Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сейчас госдолг Кировской области превышает 23 миллиарда рублей. Пять – это долги банкам, остальное российскому бюджету. Программа Экономика. В Кировской области депутата будут судить за кражу. Утверждено обвинительное заключение по делу 57-летнего депутата одной из сельских дум Котельнического района. Женщину обвиняют в краже денег с банковского счета. По версии следствия, депутату дали карту одного из местных жителей, который попал в больницу. Вскоре он умер, а женщина сняла с его счета 44 тысячи рублей, часть которых – пенсия. Вину свою депутат признала, ущерба возместила. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Экономика. На 101 ФМ. Налоговая проводит горячую линию по отмене ЕНВД. Она состоится 18 декабря с 13 до 16 часов. Вопросы можно задавать по телефону территориальных налоговых органов. В Кирове – 48 75 80. С 1 января единый налог на вмененный доход отменяется. Снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД произойдет автоматически. Ну а в выборе нового режима налоговые органы необходимо уведомить. Иначе налогоплательщик будет переведен на общепринятую систему налогообложения. Программа «Экономика». Вятская торгово-промышленная палата продлила свое право выдавать сертификаты о форс-мажоре. С 1 января 2021 года свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы смогут только специалисты торгово-промышленных палат, прошедшие обучение по специальной программе дополнительного профобразования. В ТПП такой специалист появился. Представитель Юра Дела получил удостоверение Международного института менеджмента объединений предпринимателей. В палате отмечают, что сертификаты выдают лишь по договорным обязательствам и лишь по отношению к обстоятельствам, имеющим место на территории России. За 2020 год вся система торгово-промышленных палат страны выдала почти 6000 заключений о форс-мажоре. В будущем эта услуга будет оказываться на возмездной основе. В завершении валютах доллар сегодня 73 рубля 42 копейки, курс евро 89.32. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.